Ну что, проснулись мы сегодня 8 утра. Обещанного урагана никакого не было. Был небольшой ветер и дождик с крозой. Никого не затопило, никого не смыло. Зря мы переживали и зря мы дергались. Проснулись на парковке. Вся наша помойка, которую мы выставили на улицу, была разбросана в радиусе 2 метров. С собачкой, которая тут нас всю ночь охраняла. И вот там еще стоит машина с полицейским нарядом. Не знаю, что они тут делают. Или они нас тут охраняют. Раз, два, три, четыре. Вот пятый уже уехал. Пять автодомов здесь было. Или же они хотят что-то предъявить. Непонятно вообще. Но если бы хотели предъявить, уже бы давно предъявили бы. Ну а так что-то стоят здесь и думают. Мы проложили маршрут. И сейчас поедем дальше. Проложили маршрут до скоростной дороги. Вот сейчас еще 50 километров нам нужно будет ехать по обычной дороге вдоль моря. А потом уже будет скоростная. На улице погода ни о чем. 24 градуса сейчас на улице. И накрапывает небольшой дождик. Как будто бы осень пришла в Грецию. Остановились на стояночке. На этой стояночке вид на город сверху. Прикольный такой вид. Отдыхающего уже практически нет. Машин нет нигде. То есть только походу только местные остались. И можно наблюдать как море окрашивается. Такое мутное пятно есть на море. Да, это потому что с гор сходят потоки во время дождя. И море становится вот такое вот мутное и грязное. Природа в Греции красивая. Ну вот единственное, что нам в этом году не повезло, это с погодой. И с 15 дней то, что мы в Греции здесь пребываем. Где-то дней 5 идут дожди. Ну не подряд, а вот так, периодически. Зато не жарко. Зато можно путешествовать спокойно и не париться. Как обычно у нас утро начинается с уборки. Да ну этих кошек. Да, кошки это зло. Ася ходит гулять на улице. А Сэм, блин... Снем вышел на улицу, гулял, пришел домой. Ага. И да, у нас Сэм с Кнопой ходят на улицу, гуляют. Приходят домой и в банку ходят в туалет. То есть такие вот, да. А потом опять идут на улицу гулять. То есть приколисты. Остановились на перекус. На перечай. Да, заварили чай. Право. Вот. И раскладываемся. Более-менее. Потому что с утра из-за полиции как бы стрёмно было там особо двери раскрывать. Еще они там стояли, хрен знает. Но за нами они не поехали. Ко нам они не подошли. Походу они охраняли нас от местных. Потому что... Да, как эти. Да. Потому что вчера местные приезжали несколько раз на эту парковку. И специально, я так понимаю, что специально. Там газовали на каком-то мотоцикле, там без глушителя. Потом приехала какая-то машина с сабвуфером. И музыку там играла на всю эту парковку. Короче, специально. Мне такое ощущение, что люди спят, а им надо это повыделываться. Посмотрите, какое дерево. Дерево хаки. То есть маскируется сама. Такой цвет машину покрасить. И можно в любой лес вставать, и никто вас не увидит. Море пока не спокойное. Такие вот волны. Водичка мутноватая. И вот такие вот здесь пляжики с лежаками, со столами, с зонтиками и пепельницами на столах. Мне вот интересно, вот если человек не курящий приходит вот на такой пляж и садится вот на лежак, а рядом будет сидеть, курить. Вот как будет приятно дышать? Человек придет сюда подышать свежим воздухом, а ему придется дышать чью-то сигарету. То есть вот это я не понимаю. У нас в Эстонии запрещено курить в общественных местах, а здесь как бы вот курите на здоровье, как говорится. Я уж не знаю, в какой Европе Греция, но вот явно не в той, в которой запрещено курение в общественных местах. Смотрите, там вот какие горы прикольные. Там парит до сих пор еще вот, испаряется видать. Дождь, который прошел среди ночи. Прикольно. И вот горы, 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 горы. Вот там тоже горы, видите, какие большие вот в тумане. Ну, мы сейчас куда-то вот туда, в эти горы и поедем потихонечку. Мимо этого города будем подниматься и уже поедем на платную дорогу, встанем. Поедем по платной дороге. Подъехали в платной дороге. Сейчас посмотрим, сколько с нас денег возьмут. 90 центов. Вот за какое-то расстояние, я даже не могу сказать, но вот потом посмотрим. Чек на 90 центов. В сторону Турции. Наверное, Греция даже еще интереснее, чем там. То есть, смотрите, какая красота. Платные дороги в этой части Греции более-менее нормальные. Вот, я еду спокойно 120 или около того. И машина как бы особо не скачет. Заплатили мы только два раза. Первый раз 90 центов, второй раз 2,40. Вот, второй раз участок намного длиннее. Но сколько он, я еще пока сказать не могу. Первый участок был примерно 50 километров. До Турции осталось где-то 144 километра. Вот, надеюсь, уже быстро... 144. Надеюсь, быстренько уже скоро доедем. По таким дорогам. Тем более, эта дорога ведет прямо в Турцию. Все равно я никак не могу привыкнуть к греческим городам. Вот, посмотрите, это один из туристических городков, который находится на побережье. И вот, застройка такая вот вообще, сыперская. Ну, то есть, больше как бы напоминает албанскую. Вот, хаотичная постройка, кто во что гораст. То есть, кто кого переплюнет, как говорится. Бывает, что какой-нибудь роскошный дом построен, а рядом какая-нибудь хибара. Через 250 метров поверните направо, затем поверните налево. Все это дело как бы гармонирует в один такой стиль греческий, наверное. Вот, подъезжаем к турецкой границе. Написано, Туркия, два километра. Сейчас посмотрим, что из себя представляет граница между Грецией и Турцией. Надеюсь, народу будет немного. Пока ничего не понятно. Стоят одни фуры. Фуры, фуры, фуры. Туда, наверное, надо ехать. Так, туда грузовые. Туда легка. Автодома тоже сюда, что ли, получается? Ну, вот, впереди там стоит автодом тоже, да? Ну, короче, всего одно, потому что там везде эти красненькие. Ну, вот такая вот граница. Турции, ой, Греция и Турция. Одна стрелочка зелененькая горит. Вот народ едет в одно окно, все стоят и проверяют документы. Ну, что, одну таможню мы прошли. Достаточно быстро, но, не знаю, минут 15, наверное, 20, не больше у нас заняло. Вот. Сейчас, наверное, будет еще турецкая. Вот. Ага. И вот там даже стоят эти солдаты. Уберу я камеру, нахрен. Вот такая вот граница Турции. Мы уж думали, это все, а оказывается, нет. Ой-ой-ой. Видят? Вот. И здесь какой-то у них есть, движется компания из старинных машин. Вот одна стоит. Мне кажется, это Феррари, Оль. Видишь, значок? Вот там еще одна. Вон еще одна старая машина. И я так думаю, что там еще долго стоять. Ну, все, мы официально в Турции. Вот зашли в Дьюти-Фри. Там только алкоголь, в основном до шоколадки. Мы думали, там что-то еще продается. Увидели. Увидели Турк-Телеком. Объявление зашли, хотели купить симку. А у них там что-то система не пашет, короче, не портануло. Все, сейчас выезжаем с терминала, едем. Ну, и будем уже по ходу продвижения по Турции. Будем смотреть, где симки продаются. И, да, я думаю, они везде продаются. В город любой заехать и будут продаваться. Купили на заправке пиде. Стоит на наши деньги 4 евро. По факту почти по размерам, как целая пицца. Ну, такой своеобразный вкус. Интересный. В Турции ландшафт немножко поменялся. Больше, как бы, такое, больше пространства. Меньше гор. Ну, прикольно. Дороги у них тоже прикольные, ровные. Широкие. Ну, просто супер. Сейчас на улице сильный ветер. Машину штормит со стороны в сторону. Вообще ехать быстро нереально. Очень сильный ветер боковой. Мы решили поехать на пароме. Вот, сейчас будем покупать билеты. 10 евро, да, вообще? Смотри, местную валюту дали. О! Пойду погляжу, как там собачки. И их своим верну. Все нормально. Плывем. Штормит, блин. Вообще жесть. Страшно. А как вы думали? Это паром. И плюс сегодня еще такой ветер. Сильный. Так что... Аж сюда вон брызги залетают. Здесь аж брызги. Машина трясется так, как будто мы не плывем вообще, а едем. И едем не по ровной дороге, а по какому-то бездорожью. То есть штормит так прилично. Получилось так, что мы сегодня очень много времени потратили на покупку сим-карты. Сим-карту нам не могли оформить. Вот. Там какая-то проблема у них была непонятная. Вот. Зашли в Turkish Telecom сначала. Нифига. Потом зашли в Vodafone. Нифига. Потом Turkish Cell зашли. Они там несколько раз потыкались, потыкались. И смогли все-таки оформить карточку. И все нормально. Взяли. Стоило, значит, 300 турецких лир. Стоит 20 гигабайт интернета. Но нам этого хватит, чтобы пользоваться информацией, чтобы у нас была под рукой и карты, чтобы открывались, и чтобы можно было, если что, что-то найти. А так, интернет для закачки, скачки. Это вот Wi-Fi. Будем искать на пляжах, на заправках. Ну, где-нибудь в кафешках. Вот так. Вот такой сегодня в Турции у нас первый закат. Красненький. Прикольно. Вон там тоже какой-то паром плывет в обратную сторону. И вот здесь как раз вот виден этот мостик, который соединяет два берега этого пролива. Вот. Надо будет потом почитать. Может быть, когда в обратную сторону поедем, может быть, проедем по этому мостику. Но, может быть, вообще в этом месте не поедем. Может быть, поедем по другой дороге. Ну, да. Прикольно. Оттуда. Сейчас приплывем куда-то вот туда. Вот. Самое главное сейчас надо будет нам найти, куда приткнуться, чтобы переночевать. Вверху парома есть такая, внутри такая вот каюта. Не знаю, как каюта. Ну, салон, короче. Там, где много сядей сидений. Вот здесь Миллиант бегает салоном, веселится. Вот. Ну, здесь, кто не хочет сидеть в машинах, поднимайте, иди сюда. Здесь, кстати, меньше колбасит. Ну, и здесь есть кафешка. Там можно купить всякие слабости. Так что пока что еще плывем. Но насчет 10 минут я, конечно, погорячился. Что-то сейчас. Сколько? Наверное, минут 30 даже будем плыть. Не знаю. Ну, мы подплываем. Плыли где-то минут 20, не больше. Вот. Уже вот. Практически приплыли. Вот сейчас уже надо бежать в машину, садиться. Потому что мы здесь первые стоим. И нам надо одним из первых надо выехать. Ну, водители дальнобойщики уже пошли. Тюрюк, тюрюк. Ну, метрища вообще нереально. Пойдемте в машину уже. Остановились мы на парковочке. Нашли мы ее через Парфанайт. Парковка у моря. Ну, в таком относительно большом городе. Город называется Чанакале. 30 километров от паромной переправы. Отъехали. Вот. Встали. Но завтра уже по светлому будем уже дальше ехать. Потому что в темноте ни хрена не видно. Темные. Ночи темные в Турции. Ничего не видно. А в потюмках тыкаться как бы не очень хочется. Рядом с нами стоят дочки и два француза. Еще автодома. Ходят полицейские. Контролируют улицы. Много молодежи. Гуляет. Машины туда-сюда ездят. Короче. Ну, все как обычно. Ну, на первый взгляд нам Турция как бы понравилась. Вот. Нормальное вождение. Нормальные дороги. Позитив. Чувствовать. Да. Много. Люди такие позитивные. Помогают. То есть, как бы, нормально. Люди нормальные. Вот. Так что... На воздухе позитив летает. Да. После как бы Греции здесь как бы повеселее, если честно. Может быть, конечно, вот мы были в Греции в таких местах, где... Места каких? Там же где... Там же где... Там везде, да, были. Где туристы ходят. Вот. Ну, короче, в Турции вроде как повеселее. Ну, дальше посмотрим, что будет. Мы еще не разобрались насчет цен. Еще не... Ася... Мы еще не разобрались насчет цен. Забежали с салоном-магазин там на минуту. Но вроде как цены радуют. Так что... Завтра зайдем обязательно в какой-то магазин и посмотрим. Но нам надо какие-нибудь купить овощи, фрукты. А вот сладости. Какие-нибудь там... Персики, апельсины, мандарины. Все, ладно. Ложимся спать. Всем до завтра. Всех приятным. Всех, короче, снов приятным всем. Увидимся. Короче, снов приятным всем. Увидимся завтра. Да у меня уже голова не работает. Сегодня целый день рулила, блин, вообще. Целый день рулила. Еще эта граница. Еще эта беготня с симками. Ну, это вообще жесть была. Ну, а с симками-то да. У меня, видимо, все влипло. Все, да. Мы тоже думали, что, блин, не могут они как бы оформить. Как бы и какая-то ерунда. На третий раз. Мы вот в третьей конторе нам только симку оформили. Две другие, как бы вообще, типа, ну его нафиг. Все ладненько. Все. Короче, ложимся спать. Вот так выглядит вчерашнее место, на котором мы вчера припарковались. Не везде. В Турции дорожка по две полосы в каждую сторону и широкие. Вот такие вот старые дороги есть. Я зашел в автомагазин, я говорю, у вас есть, показываю фотографии Игоры Клапана. А он такой, парень рядом стоит и ржет с моего выражения лица. Экс. Продолжение следует... Здравствуйте. Продолжение следует...